ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Первый период, хороший, в принципе, был к последнего отрезка, пропустили гол в втором периоде. Накладывали на нас отрезки, но потом старались, старались вытащить. Готовимся к следующей игре. Нашла просто. Я тоже чуть-чуть, или нет? У меня был Хельгер, но зарядка, молодой парень. У него семейные обстоятельства. Еще вопросы? В третьем матче подряд вы начинаете удоченно играть, создаёте моменты, создаёте, и потом в конце периода выпускаете гол. Почему вы голы на пушину, почему вы так происходите из раза в раз? Да, неприятная причина. Так, в принципе, сами себе привезли, разбираться там. Дмитрий Петрович, вы остановили перестановку в звеньях, начиная с второго периода у соперника? Нет, не удивили. Если вопросы. Все-таки второй период в ЦСКА ведет счёте, вы уступаете, на второй период у нас только, что им может быть тренинг на ЦСКА. Ну, там второй период, он по-другому происходит. Наложение отрезков, наложение в зоне на тебя накладывают, когда ты волей-неволей приходится играть у себя. Коллеги, добрый вечер. Мы продолжаем после матчей пресс-конференцию с участием главного тренера команды, хоккейного клуба ЦСКА, ИСКА. Главный тренер хоккейного клуба ЦСКА Игорь Иванович Никитин, ваш комментарий матч. Тяжёлая игра, в принципе, как вся серия. Ребята привели характер, реализовали моменты, в принципе, готовились к следующей серии. Коллеги, у вас вопросы, у нас представляется. Чемпионат-конференции Павел Игорь Валерьевич, насколько сегодня важным было Сорокину после этих неудачных матчей в Петербурге, отыграть на ноль, почувствовать уверенность? Ну, я не считаю, что там Сорокина был неудачный матч в Петербурге. Его завинили даже? Ну, это же тактический там, да, уж. Как-то надо разбираться. Вот. В хоккее иногда нужно вратаря менять, не потому что он плохо играет, а чтобы встряхнуть команду. Поэтому вратаря – это важная часть команды, как в любой игре, так и сегодня. Как вы сказали, что в начале матча в головах у игроков сидел, вот эти два поражения, потому что начали не очень скоро. Это был такой, на вашем взгляд, момент, то, что, ну, скажем, не все для него получалось, когда в вашей команде? Ну, согласен, но здесь мы играем против хорошей команды. И здесь не так, чтобы мы там плохо играем. Кровская хорошо двигалась, да, плюс ударение выбило сразу из ритма. Пока пришли, скажем так, в себя, время ушло. Следующий вопрос. Про перестановку, именно после первого периода, в зрении, да. Чем руководствовались? Ну, потому что, как бы, ну, не то, что вот нам не читалось, да, но пока не явились сочетания, то или непривичные для нас. Может быть, у вас на тренировках нагревают? Просто почему так решили? Да нет, сейчас тренировок-то уже нет практически наиграть никогда. Вот, это чисто интуиция, и нужно было стыкнуть команду. Коллеги. Игорь Ильич, на Востоке все-таки серия это более интересная, более яркая получается, чем западная. Вам это не важно, да, это был главный результат, потому что, все-таки, учитывая матч в Уфе, который был сегодняшний, у них это по-разному смотрится. Ну, я, честно говоря, не смотрю там, что на Востоке происходит. У нас своих людей здесь дел хватает, поэтому, честно говоря, даже не интересно пока. Ну, нам интересно, да, у нас тоже другой вопрос. Сегодня был пеллинистер, редко бывает на хоккее, просто интересно, вот, ну, как-то отреагировали, там, не знаю, после матча шутили, что пускай чаще приезжали. Я просто первых слышу, честно говоря. Ну, выпроси с ним, может быть, и в Питер, пускай приедет. Это никак не вопросы. Следующий вопрос. Коллеги, спасибо за просмотр. Спасибо. Спасибо. Спасибо.